Дорогие друзья, добрый день! Это Ромболь Гоа, с вами Мария Карпинская. И сейчас я беру маленькое интервью у моей подруги, подруга от Веры Жестовской. Вот Ольга. Причем у нее... Ольга, как у тебя фамилия? Ольга Владимировна Твардовская. Вот так вот. Наверное, родственница Твардовского. Наверное, родственница, но не родственница. Расскажи мне, пожалуйста, чуть-чуть о себе. Вот я просто о себе рассказала, а ты о себе. О себе что рассказать? Ну, во-первых, я счастливый человек. Вот, это вот очень редко бывает. Это очень важно для меня. Я счастливый человек. Я бабушка, я мама, я специалист, я учитель. Я занимаюсь своим любимым делом. Психологией, да? Я занимаюсь своим любимым делом. Сейчас я все расскажу. Да, я занимаюсь психологией, я консультирую людей. Я консультирую людей в Красном Кресте, например, с посттравматическим ПТСР. И раньше работала на телевидении, много снимала всевозможных программ. А сейчас я занимаюсь своей жизнью. Вот Индия очень сильно отличается от России. Отличается оно тем, что сочувствие... Вот, знаете, сегодня вижу рыбаков, которые вытягивают сети. Вот наши русские мужчины берут и вытаскивают эти сети. А индусы все стоят рядом. И я сначала думала, ну, какие-то они безответственные, или что с ними происходит. Но просто в определенном возрасте ты переходишь из состояния активного участия в состояние наблюдения. Абсолютно верно, да. И вот это вот состояние наблюдения, сочувствие, оно выражается в том, что ты наблюдаешь за тем, как каждый человек справляется со своей судьбой, со своей кармой. Это можно по-разному назвать. Вот. У меня четверо внуков. Мне очень хотелось все время заниматься с внуками. Мне все время казалось, что я что-то не додаю, кому-либо не додаю. Теперь мне этого не кажется, потому что я занимаюсь собой. Собой своей собственной. Недавно была в ЮАР. Очень интересное путешествие было. Необычное. Мне оно очень понравилось. Еще я люблю рассказывать стихи. Очень люблю... Свои? Стихи я расскажу. Нет, я люблю не свои стихи. Хотя, вы знаете, что в Древнем Китае брали людей на должность, ну, например, министров. И сдавали два экзамена. Знаете, какие экзамены сдавали? Поэзия, наверное. Поэзия, абсолютно верно. А второй экзамен – каллиграфия. Почему? Почему каллиграфия? Потому что красиво писать и грамотно излагать свои мысли. И вторая поэзия – то есть расширение границ сознания. Что мы занимаемся, чем мы занимаемся свои, там, 50, 70, дальше лет. Мы расширяем границы своего сознания. Абсолютно верно. Ну что, расскажу стихотворение, моя любимая. Да, 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 конечно. А люблю я Маяковского. Я расскажу стихотворение звезды. Послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кому-то необходимо, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужинами. И, надрываясь, в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал. Плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда. Клянется, что не перенесет этой беззвездной муки. А после ходит в тревожен, но спокойной наружно. И говорит кому-то, ведь теперь тебе не страшно, да? Вот этим я занимаюсь всю жизнь. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я люблю свое дело. Я люблю плоды своего труда. Мне очень нравится, когда люди, которые ко мне приходят, потом приходят и говорят, что мне теперь не страшно. Теперь я опираюсь на свой собственный позвоночник. Теперь у меня я могу взять свою девочку или своего мальчика к себе на ручки, пойти вместе с ним, выращивая взрослую часть. Но не я выращиваю, конечно. Это все делает человек. Потому что психолог – это только пор. А мощь всегда находится в самом человеке. Поэтому, когда люди растут, и ты видишь, когда у них осуществляются и почты – это самое лучшее, что можно себе представить. Поэтому я счастливый человек. И каждому рекомендую заняться собой, своим собственным телом, своим собственным позвоночником и своей жизнью. Спасибо. Ольга, а если человек не может сам, как тебя найти вообще, самое главное? Куда, где тебя найти? Как меня найти? Можно в интернете набрать Ольгу Владимировну Твардовскую. Там полно информации. Ольга Владимировна Твардовская. И найти тебя, чтобы прийти к тебе. Потому что… Ну, сейчас я принимаю онлайн, потому что я живу в Индии. А вообще-то, конечно, я принимаю на Цветном бульваре в Москве. Очень красивая Ольга. Обалденно красивая, обалденно хорошая. Вот к такому психологу даже я пошла бы. Итак, друзья, с вами была Ольга Твардовская. Ищите, онлайн можно с ней беседовать. Очень приятно. Она вас и стихами полечит, и ещё как-то. Вот, всего-всего доброго. До свидания.